Трофей рыбалка Трофей рыбалка Трофей рыбалка Трофей рыбалка Сабаниев. Ну, фамилия Леонид Павловича. Леонид Павлович Сабаниев. Ну, это настольная книга, по-моему, да? Все когда-то с нее начинали. Все с нее начинали, все ее читали. И, наверное, у всех она была в два тома. Такая интересная чтива на тот момент была. Но это классика. Много полезного. Это классика, да. Внимание, ожидайте вопроса. Он обязательно будет. Итак, турнир, который прошел в Татарстане. Ну, продолжаем. Республика Татарстан. Саша, вообще, кубок... Ее обычно ставят в пример во многих отраслях и сферах. Ну, да. Честно скажу, я немножко посмотрел, поштудировал, почитал отчеты спортсменов. Я, насколько понял, вообще чуть не в городе у них было. Это прямо в центре города? Водоем в центре города. Это как у нас у Пруда, у диорамы выйти, да? Ну, да. Принцип тот же самый, только там... Только водоем большой. Водоемы большие, да, действительно, у них прямо в центре города, по удивлению, находятся три больших водоема. Мы рыбачили на Среднем Эзде. Озеро называется Средний Кабан. Средний Кабан. Средний Кабан. Ну, Кабан, видимо, как-то переводится с татарского языка. Большая конкуренция была. Сколько команд вообще участвовало, сколько приехало у них? Было 17 команд из пяти регионов России. Вот, друзья, у нас, к примеру, на наших соревнованиях, которые происходят в нашей Кировской области, ну, к сожалению, не так много команд приезжает из регионов, да? Ну, нет, я бы так не сказал. Сейчас уже начинают ехать. Сейчас у спортсменов развиваются выездные соревнования, причем не только в нашей области. В нашей области вообще, допустим, команд собирается до 30. Даже с разных регионов также. То есть, три десятка разных команд, которые знают о том, что в определенный день будет где-то соревнование, и бац, и поехали. Да, конечно. Любопытно. Также стараемся сделать тренировочные дни для наших гостей, чтобы хоть какое-то понятие у них складывалось. И познакомиться с водоемом, о чем мы говорили в предыдущей программе, это обязательно. Давай, все, мне уже самому интересно из первых уст, так сказать, послушать. Как вообще, вот водоем, понятно, что в центре города все, рыба-то там есть, крупная. Сейчас подколол вас. Как вообще вот? Что приехали? То есть, были тренировочные дни? Один день тренировались. Один день всего тренировались, до этого на этом водоеме никто из команды не был ни разу. Не был ни разу. Вот так вот. На что было приятное удивление, что в центре города такой водоем, такой рыбный, то есть, и очень крупная рыба, разнообразие видов ничем не отличается от наших, но размер, размер рыбы в центре города. Вообще, первый раз на этом водоеме это удалось? Да, первый раз. Первый раз. Да, первый раз на этом озере удавалось побывать. Конечно, мы в нашей области даже за 200 километров, наверное, схожий водоем найти не сможем по тренировкам по такому размеру рыбы. То есть, очень крупная рыба и очень большое количество, что нас очень шокировало. Какая рыба-то была? Окунь? Окунь, плотва. Бычок для нас снова рыба. Бычок. Это что за рыба? Это бычок под каменчик. Есть такая штука. Он чей родственник ближе? Бычки. Бычки. Бычки? Ну, это бычки, да. Свой особый вид рыбы. В Татарстане, она на самом деле, вот он достаточно распространен, но он есть и в Каме, и в Волге, и в Камском устье достаточно много бычка сейчас. А ветки? Ветки. Мало его. Очень мало. Но есть. Есть. Есть, но я, по-моему, один раз в жизни вот я ловил бычка. Причем у нас он такой мелкий достаточно, а там бывает такой внушительных размеров-то ого-го. У нас я тоже, если честно, видел только один раз всю свою рыболовную практику. Так, окунь, плотва, бычок. Все. В принципе, это было все. И попадался небольшой ерш, но в малых количествах и небольшого размера. А вот именно окунь с плотвой просто нас очень сильно радовали. Ставку сделали на окуне или пытались... Ставка была сделана в первый тур, конечно, на окуне, так как была обхвачена береговая линия. А второй тур здесь был очень даже непонятный. По одной простой причине, что плотва тоже выскакивала и очень стайна. Вот я сейчас хочу пояснить слушателям, которые, может быть, впервые слушают нашу программу. Александр и Василий тоже будут употреблять такие специфические спортивные и рыбацкие термины. Там первый тур, второй тур. Мы подробно о правилах говорили в предыдущей передаче. Мы ради экономии времени не будем к этому возвращаться. Но вы передачу эту, как и многие другие предшествующие, можете найти на сайте хоккеробо.ру. Ну да, там посмотреть можно будет все. Окей, да. В первый день потренировались. На тренировке что поняли? Сколько вообще рыбы-то поймали на тренировке? На тренировке? Ну вот если вы так вот, как сейчас про терминцы говорили. Тренировались именно, грубо говоря, там вот... Вдоль зон. Вдоль зон по правилам соревнований. Все верно. Сколько можно поймать за два с половиной часа? После первого дня тренировки у нас вывод был такой, что за два с половиной часа у лидеров будет улов до пяти, до шести килограмм. Подожди, дайте подробнее. Вот тренировка. Какая дата это была? Пять-шесть килограмм. Какая дата? Какое января было? Какое января? Глухозимье. Пять-шесть килограмм. Ну, конец января. Да, конец января. Две недели назад. Две недели назад. Ну, это вот самый... В общем, во сколько вы вышли на водоем в этот день? Мы приехали в полдевятого на водоемное место, встретились с местными организаторами, с местными спортсменами, которые также точно проводили там тренировки. Ну, со многими очень давно знакомы. Встречились, обсудили все. Они нам примерно подсказали по рельефу, чтобы у нас было хоть какое-то изначальное представление. Ну, и расставили. У нас, между прочим, ездило три сборных команды. То есть, не одна команда ездила, а три. Ну, и одна неполноценная, и три полноценных. Поясни вкратце, пожалуйста, что за счет полноценных? У нас ездило три полноценных команды. Это три состава по три человека. И одна команда ездила два человека. Мы не смогли набрать третьего. И сделали сборную состава. Два было кировчан, и один был спортсмен из города Ежевска. Так, изучать с помощью спецсредств, но нельзя. Нет, на тренировках, пожалуйста, это никто не запрещает. Ихолоты, видеокамеры. Ихолоты, можно в лодочку, камеры. На тренировках это ничего не запрещено. Запрещено непосредственно в момент соревнования. В момент. Да. Вот. Потренировались со многими спортсменами. Также приехали в этот же день и ульяносцы, Мэриэл, Ешкарла. Ну, соседи. Все соседи, да. Соседи, все собрались. Все собрались, да. Ну, вот, тренировочный день кончился. Так, ну, я предлагаю не торопиться. Поподробнее. Сколько поймали? Да, насаживание... У нас не было задачи ловить рыбу. Насаживание мотыля. Не было задачи ловить рыбу. Была больше задача изучения рельефа. И понять, все же, какую рыбу активнее ловить, и на какой глубине. А глубина в зонах? Вот зона, первая зона, ты сказал, что была разбита береговая. Ну, там метров до трех, наверное, да. А вторая, там, метров до семи, наверное, до девяти. До девяти метров. Да, очень сложная ловля ожидалась. Но мы в день тренировки, нам очень повезло с погодой. Был абсолютный штиль. А температура морозная? Минус двадцать четыре, но она не ощущалась. Было очень тепло. Когда нет ветра, и есть солнышко, ловить очень комфортно. На самом деле, даже руки не мерзнут в такой температуре. Еще и загорать успеваешь. Да, еще и загорать. Ничего себе, да, здорово. Пять-шесть килограмм в туре. Это наша ставка была после тренировочного дня. Это после тренировки. Что поменялось в туре? Вот, давай, все, по туру. Вот, все, первый тур. Начнем с того, что... Сейчас максимально подробнее. Первый тур, старт, все, побежали там в зоны, все, как... Давай немножечко начнем. Немножко раньше, когда мы проснулись все, заранее подготовившись, мы увидели погоду за окном, которая просто нас шокировала. Кардинально изменилась? Был просто ураган и снегопад. Тут совершенно было все по-другому, поэтому сразу же... И потеплело. Потеплело было, потеплело на 10 градусов, было минус 14, и ветер, если я не ошибаюсь, поддул с порывами до 16 метров в секунду. Но это все равно, что минус 30. Да, это еще хуже, наверное. Если хуже. То есть там просто надо было думать и готовиться к тому, что сейчас все поменяется. И таких уловов, естественно, не будет. При такой глубине, тем более второй тур на 8 метрах, грубо говоря, и ветер с маленькими мормышками, это было просто мучение. Это испытание такое. Да. Хорошо. Первый тур, как отыграла команда, на что сделали ставку, как кормили, на что реагировала рыба. Мы имеем в виду рыбу кормили, а не рыбаков. Вот. Грубо говоря, на какой тип прикормки лучше отзывалась, чем как. Вот давай об этом. Ну, вот в турах... Какие снасти? Снасти не изменялись, оставали все те же самые, но кормление рыбы и подход к ней кардинально изменился, а особенно изменилось ее количество. То есть в день тренировки мы могли с лунки поймать до трех килограмм, с одной лунки. А здесь, дай бог, с каждой третьей поймать было хоть одну рыбку. С каждой третьей. Лунки, да, поймать хоть одну рыбку. Бегать не им. Бегать не им. И многие спортсмены, которые тренировались ранее, сделали ставку, то есть не смогли перестроиться в момент первого тура и просто пролетели. Без улова вообще остались. Либо с минимальной количества. Были даже кандидаты в мастера спорта, поймавшие 11 грамм. 11 граммов? Это что за рыбка? Это одна рыбка, это практически ноль. Это вот тот самый бычок, наверное? Нет. Скорее всего, окунь. Нет, я думаю, что... Да, маленький окунь. Причем спортсмен, грубо говоря, очень грубо выражался на самих соревнованиях, что кандидат в мастера спорта. Это тоже запрещено, кстати, да? Да, конечно. Ну, конечно. И центральная лексика. Поведение всегда должно быть на соревнованиях. Грубо он матерился, ничего, просто он с таким умыслом, что как так, я там кандидат в мастера спорта, а поймать ничего не могу, хотя вроде все полавливают, но рыба вела себя капризно. Я хочу, чтобы пояснили мы, как кормили в тренировочный день, и как кормить пришлось здесь? В тренировочный день большинство, лучше всего рыба реагировала именно к кормлению с кормушки, как я ранее рассказывал. То есть при быстрой доставке мотыля на дно рыба реагировала гораздо лучше. Конечно, у всех была такая тактика, потому что все спортсмены это поняли, а в туре надо было действовать совсем наоборот. Я изначально сделал дорожку из 12 дыр, все лунки, кроме одной, закормил в дно. И одну лунку закормил сверху мотылем, большой порцией мотыля. И вот из всех 12 лунок сработала только одна, именно та, которую я закормил сверху. Которая сверху. Да. Поэтому тут сразу, конечно, кардинальную тактику пришлось менять, идти бежать, докармливать все остальные дыры, которых не было рыбы. Во! Василий, это о чем говорит? А сразу, Саша, задам вопрос. Вот если, например, лунка закормленная в дно с кормушки, мы какую-то порцию мотыля туда все-таки уже бабахнули. Есть смысл эту же лунку кормить сверху, либо все уже? Да, конечно, есть. Тут тоже всякое бывает. Бывает и нет смысла. Я все-таки думаю, что мое мнение, опять же, что когда мы кормим рыбу в дно, рыба априори, она достаточно активная, и мы вот этим кормом ее концентрируем именно под своей лункой. И она может достаточно долго там стоять. На солидной глубине. Но она активная. А в соревнованиях, я насколько понял, там рыба стала очень пассивная, и вот этот вот корм сверху, когда он, грубо говоря, падает вот в этой воде с таким столбом, он ее привлекает с более дальнего расстояния, она ее видит, чувствует, там мотыль же шевелится, она чувствует боковой линией, и она начинает чуть-чуть подходить, потому что прикормка именно в дно, она становится не сильно эффективной. Вот. Ну да. Поэтому спортсмены, которые изначально не догадались так поступить, очень сильно пролетели. А были недогадавшиеся. Да, были недогадавшиеся, и даже были те, которые во втором туре не могли догадаться. А какие варианты еще по корму были? Сухой корм. Тоже на тренировках он очень хорошо работал, плотва к нему отлично подходила, ну, в перемешку с кормовым мотылем. В день соревнований просто практически ни у кого не было плотвы. Очень мало. Абсолютно. Она абсолютно стала пассивной, и никакого смысла делать ставку на плотву. Ну, на самом деле, да, плотва, она очень сильно зависит от перепадов вот этой погоды. Она метеозависима очень. Эта рыба, наверное, одна из самых метеозависимых. То есть, перепады она предпочитает куда-то затаиться, да? У нее может быть кардинально разное. Вот бывает так, что приезжаешь, вот пурга, метель, сорога клюет, как сумасшедшая. А бывает обратная ситуация, когда вообще никак. Вот как сейчас позволяет нашей технологии современно смотреть под лед. То есть, видеокамера смотришь, что рыбы просто, мурмышке некуда упасть. Кишит, но не берет. И просто ни одна не клюет. То есть... Хорошо. Как отыграли первый тур, какие места в зонах заняли? Первый тур, вот наша сборная команда Киров-1 в составе Бакина Антона, меня и Григория Фурлета выступили всех стабильнее. У нас не было ни у кого провалов. То есть, мы все были в тройке. В каждой зоне мы попали в тройке. А в рыбном-то выражении это что получилось? По килограмму? В первом туре ловы в двух зонах, к сожалению, как всегда. Я, как раньше говорил, мне не везет в рыбных зонах. Мне все время достается самое худшее. У меня была самая нерыбная зона. Я с весом 722 грамма занимаю третье место в зоне из 17 команд. Григорий Фурлет, по-моему, если я дай бог память, не ошибаюсь, кило 430. Он второе место в зоне. В два раза больше. В два раза больше. Шейфт – это второе место. И Антон Бакин с весом кило 500. Если мне память не изменяет, занимает первое место. То есть, у нас стабильно. Первое, второе, третье место в зонах. Кировчане. Кировчане. Все это одна команда. Первый раз на водоеме. Ну, с тренировкой. Другие наши команды чуть хуже нас выступили. И мы как подсчетом все на взвешивании присутствовали. Естественно же, начинается интрига, что мы средние баллы команд уже подсчитываем в уме прямо на взвешивании, не видя протоколов. Мы сразу же понимаем, наша сборная, что мы бесспорно в лидерах после окончания первого тура, так как ни один из нас не улетел за десятое место. Хотя в каждой сборной из других команд за десятое место улетали. То есть, были и лидеры, были и… То есть, разброс был большой. Ну, разброс больше поймал, кто-то меньше поймал. Разброс был достаточно большой. Разница большая. Супер. Но вот здесь всегда, по крайней мере, не знаю, вот у меня такая штука бывает. Вот когда ты первый тур отыграл хорошо, на тебя начинает давить груз ответственности. Конечно. И ты начинаешь думать, блин, да просто нужно как-то от этого отградиться. Не получается. Это невозможно сделать, на самом деле. Ты начинаешь думать, а вот если сейчас, а у меня вот как-то пойдет не так, а вдруг… А если я не дойду, если я упаду. Ну, да, и как вообще второй тур? Второй тур была кардинально другая зона, была достаточно большая глубина. Ну, вот я читал отчеты, и твой в том числе, да. Давай нашим слушателям-то все-таки тоже поделимся, расскажем, что поменяли во втором туре или на такой же вот, ну, уже на большой глубине точно так же кормили сверху, никаких кормушек или… Здесь тактика была другой. Так, поехали. На второй тур тактика была совершенно другая. Как вообще узнать тактику-то? Ну, тут зависит все… Мне можно еще узнать чисто там, сколько первый тур длился по времени? Два с половиной часа. Два с половиной часа. Второй? Второй сразу же начинается или перерыв? Через час. Через час. Дается час на подготовку ко второму туру, перевязка снастей, обсуждение команд. Там, если кто-то что-то оборвал, снова подготовился. Если кто-то из команды вдруг, так как термин, улетел, то есть занял плохое место, будем подсказывать, что делать и узнавать, что он сделал не так, чтобы нам не повторить его ошибок. Ну, вот, а все. На перерыве понимаем, что мы лидеры, конечно, это очень большой стресс для команды, тем более для нашей. То есть мы приехали не так уж нам, ну, не больно далеко, не больно близко, но мы все же приезжая команда. Первый раз на водоеме, да. Да, причем казанские спортсмены в первом туре, на котором были на домашнем водоеме, так не смогли врубиться в рыбу, что лов 87 грамм у лидеров казанской команды. У лидеров, в смысле, у хозяев. Да, у хозяев. У хозяев водоем. Ну, такое, к сожалению, бывает, эта рыбалка. Здесь никто от этого не застрахован, на самом деле. Это может быть. Ну, после подготовки снастей, также заходим в зоны, там понимаем, что глубина была большая. Глубина больше меняли, размер мормышки, вес мормышки. Я сейчас про это и расскажу, потому что именно у меня такой случай случился, что я чуть-чуть запоздал с решением вот смены снасти, и из этого я выступил похуже. То есть я во втором туре занял шестое место. Это, ну, для меня это достаточно плохо, поэтому тут плохо. Давайте поговорим, в чем конкретно эта видоработка? Вот я сейчас все расскажу. Я, как ранее сказал, что была глубина 7-8 метров, но рыба стояла там практически везде. А, то есть стоило лезть на эту глубину? Стоило лезть на эту глубину. Самое, что интересно, в селе там был край зоны, у него свал был с 5 на 7 метров. То есть все думали, что перспективное место будет там. Все местные с командой все стартовали оттуда. Вот как раз вот этот свал. Ну, так, как принято, обычно там рыба и обитает. И там не оказалось рыбы совсем. То есть не было вообще ни одной поклевки на протяжении получаса, и рыба, попроверяя лунки, и рыба не оказалась там даже через час и через полтора. Вся концентрация рыбы оказалась именно на самом глубоком месте в участке зоны, на 7-8 метрах. И вот там вот оказалось так, что, я как ранее также говорил, был очень сильный ветер, снег, холодно. Ну, ловить некомфортно на такой глубине, однозначно. На втором туре там еще и в первом туре на миле наледи не было совсем. Сейчас там наледи было очень много. При такой глубине, при таком ветре все эти факторы складывались. Я могу представить, что это такое. Это тяжело описать словами. Эти два с половиной часа, вот реально, друзья, кто не бывал в таких условиях, когда ты ловишь на соревнованиях, у тебя четко там ограничено время, и ты понимаешь, что рыба вот здесь, и тебе при всех прочих равных нужно ловить. У тебя дует ветер 10 метров в секунду, минус 14, валит снег. Не чувствуешь рук. На наледи по колено ты не чувствуешь рук, но ты понимаешь, что тебе надо ловить, и ты стоишь на коленях в этой наледи. Я вам скажу, это еще то удовольствие. Да, действительно, это так. Не сидишь, как многим показано. Не сидишь. Соборсмены ездят за победой, поэтому в те моменты об этом как-то меньше всего ты задумываешься, потому что смотришь, что кто-то ловит лучше тебя, и у тебя в чем-то ты не доработал тактику на второй тур, может снасть не та, или еще что-то. Там важнее всего это. Вот, в принципе, у меня так и получилось, так как рыба капризничала, я сомневался поставить большую снасть. То есть, тяжелую мормушку, которая в объеме больше. И вот через час, когда совсем я видел, что я очень сильно проигрывал зону, я был действительно, честно говоря, из 17 команд, я реально думал, что 15-й, 14-е место я на данный момент занимаю. А в чем это складывалось? То есть, темп ловли у тебя был не тот? У меня не было его совершенно, то есть, и у меня такого концентрации рыбы, как у некоторых спортсменов, просто не было. Рыба подходила и клевала у меня, но я видел, что я ловлю гораздо медленнее, чем другие. Гораздо реже, собственно, приходится снасть доставать с рыбой. Да, и увидев, что у нас, не сокомандник, а состава нашей второй команды, состава Киров-2, Николай Соколов ловит совсем недалеко от меня, и у него темп ловли при одинаковых поклевках в два раза больше, чем у меня. И вот в тот момент я понял, что... Только это что значит? Мормышка у него была тяжелее. Да, мормышка у него была тяжелее. Быстрее отпускалась. Быстрее отпускалась. Не мешал. Быстрее достигает цели. Соответственно, достаешь быстрее, и, скажем так, более тяжелая мормышка, соответственно, снасть получается чуть более грубая, соответственно, кивок жестче, его не так ветром... Игра не сбивается. Игра не сбивается, ветром его не парусит, не колбасит, ну, соответственно, ловить намного комфортнее. В данных условиях, в данном месте это более результативно оказалось. Да, оказалось более результативно. Ну, и добился такого результата, что все казанские команды, Все ближайшие соседи прибежали ко мне Давай меня обуривать То есть там я уже чувствовал Что темпом я очень хорошо стал Догонять всех и немножко мне не хватило В втором туре там проиграл буквально Это вот когда на глубину-то, да? Да, это когда глубина Слушай, а вот В самом начале сейчас разговора про второй тур Сказали, что вы кардинально поменяли Там варианты прикармливанные То есть здесь уже кормили кормушкой в дно Не в дно, мы доставляли буквально На 7-6 метров Ну, первое, чтобы первая часть воды Мотыль более кучно держался И не расплывался далеко Тем более в некоторых участках зоны Замечалось небольшое течение Поэтому сверху кормление полностью исключали Это могло только отпугнуть рыбу Утащить ее в другое место И поставить ее на другую глубину Так, я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу Рекламную паузу обязательно Затем будет вторая часть программы Я напоминаю, что в гостях Александр Фололеев Рыболов-спортсмен, кандидат в мастера спорта Мы говорим о соревнованиях по спортивной ловле На мормушку, которые прошли в Татарстане, в Казани Прямо в центре города Да, на водоеме Мы еще так О результатах-то более подробно не говорили Но мы все к этому ведем Скажем дальше И Василий Мамонов, эксперт компании «Росинов» На Комсомольской 8 Через полторы минуты слушайте продолжение Продолжается программа «Трофея рыбалка» Уже недавно представил наших гостей Не буду тратить на это время Сразу же продолжаем про соревнования Второй тур Тактику прикармливания мы сейчас поняли То есть вы там поменяли Уловы во втором туре были больше, чем в первом Второй же тур, он обычно всегда бывает такой Хуже 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 По весу По весу, да А здесь случилось наоборот Рыбан, видимо, из-за смены погоды Решила сменить свое место дислокации с мели на глубину Поэтому в первых турах, если единичные уловы были за килограмм Это, повторяюсь, единичные уловы То во втором туре первые 8 человек точно были с уловом килограмм То есть лидеры, конечно, были полтора Ну да И все та же платва, окунь Ну платвы практически не было в тот день В основном окунь 90% был окунь А размеры? Побольше как-то больше Размер был меньше, чем в первый день Там уже пошел более спортивный размер рыбы То есть грамм 30, 20, 40 Спортивный размер Ну а вообще в рамках турнира Ну так для интереса Максимальный вес выловленного окуня Этого не считается Нету ограничений Просто любителю, непрофессионалу интересно А там, не знаю, с ладошку-то поймали хотя бы Есть ограничения размера рыбы То есть, которые поставлены региональным Ну, по окуню ограничений нет Поэтому там может быть любой Окей, давай, все, дальше И как отыграли-то? Ты, я насколько понял, шестой, да? Шестой, да Ну а парни... Гриша у нас занял третье место в зоне Антон седьмое, я шестое То есть все стабильно Третье, шестое, седьмое Да, все стабильно выступили Все стабильненько И по итогу 22 балла И бесспорные лидеры Бесспорные лидеры Первое место И Григорий Фурлет Да, Гриша, если слышите Привет огромный от нас Вот он в личном зачете чемпионом Да, он занял первое место С пятью баллами Там еще был спортсмен с пятью баллами Но по весу Поменьше Да, больше проиграл Одинаковое количество баллов Считается вес Вес пойманной рыбы за два тура А 22 балла Отрыв какой от ближайшего преследователя? 13 баллов Это очень много Это очень много Практически в два раза Это очень много Поэтому мы Поэтому и сказал Что мы бесспорно занимаем первое место Надо поздравить Ну да Ребята молодцы На самом деле Поздравить Пожелать успехов Таким Отличный результат Планы дальнейшие Это сейчас дальше-то что? Не, не, надо спросить А что дает-то эта победа? Она вот Значимость Что вручили? Ну, во-первых, это Подарки здесь больше зависит от спонсоров Это каждый раз по-разному Не, ну, Казань Мне кажется Ну, это щедрый город Щедрый город, но это всего лишь кубок Это не очень значимое соревнование Я честно скажу Друзья, к сожалению К сожалению Вот именно рейтинговые Все соревнования Почему-то Не знаю почему По какой причине Спонсорами они как-то вот Обделяют Обходят стороной Не знаю почему И вот на самом деле За счет этого К сожалению Наш рыболовный спорт Развивается не так Как хотелось бы Потому что Понятно, что Поехать и побороться За результат Получить Не знаю Спортивный разряд Подтвердить его Отобраться куда-то Или еще Это все здорово Но это для действующих спортсменов А вот к сожалению Молодые команды Или еще там Молодые дарования Какие-то Для них На первом этапе становления Все равно важны Какие-то призы Которые он сможет получить Какой-то монок А в дальнейшем Когда он начнет Это все интересовать Затягивать И все оставшееся Это все отходит На второй план И спортсмен Готов соревноваться За медальку Кубок Грамоту И все Тем более Что рыболовный спорт Набирает Каждым годом Все больше И больше популярность Количество народу Растет В общем это такая рекомендация Организаторам Устроителям Это рекомендация Спонсорам Новичкам Будем что-то вот такое Что-то полезное Тем более Вот у нас Сейчас 2-го числа Состоялся кубок Нашей области В поселке Кумены 2-го февраля 2-го февраля Мы его анонсировали Быстренько Да И чемпион Этого кубка Стал абсолютно Новый спортсмен То есть Первый раз Человек приехал Поучаствовать И занял первое место Стал чемпионом Ничего себе А Гриша между прочим Был 30-м 30-м Или 28-м Да Триумфатор Кубка в Казани Да Был 30-м А сколько Сколько лет человеку Откуда В Куменах Зовут его Иван Фамилию Молодой Молодой парень Да Фамилию я сейчас Не вспомню То есть без каких-либо Званий Регалий Без всего Вот он стал Победителем Кубка Кировской области Теперь получит Второй или третий Разряд Там за его 70-ти От А причем он приехал Без команды Без команды Он как личник Участвовал Без поддержки Хоть это конечно По правилам соревнований Это очень тяжело провести Но можно Он приехал Приехал с командой Но четвертым человеком И выступал Просто только за личку Точно за личное место То есть за командное Он не боролся Но у него В команде Было еще два человека Иван Иванович Нет-нет Сейчас это разрешено Разрешено Сейчас это разрешено Да Раньше делали таким образом То есть ты приезжаешь Один без команды Тебе называют Как-нибудь команду Тебе вписывают Иванова и Петрова Иванова и Петрова Которые К сожалению Получают Нали А ты Участвуешь В личном зачете А ты есть такой шоколад Ну то есть Такое было Практиковалось Все в рамках правил Все в рамках правил Шанс все равно Спортсменам нужно давать Поэтому Старо Как можно Вот он молодец Будем о будущем Видимо уже Да Говорить Да Давай Буквально Вот там Несколько слов Что у нас сейчас дальше будет В нашей области Да Куда стоит Рыболовам там все-таки Сейчас поехать Где посмотреть Там Поучиться Поучаствовать В конце концов Что сейчас у нас планируется Сейчас у нас планируется Провести И последнее рейтинговое соревнование В этом году Это будет 16 февраля В Белой Холунице Это будет Суббота Да Суббота И плюсом Это мы сейчас будем Это будет что Это чемпионат Нет Это будет рейтинговое соревнование То есть у нас В этом году На чемпионат России От нашей Кировской области Едет две команды То есть это состав 10 человек И вот Основной состав Там будут собираться Самые сильные спортсмены По итогу Четырех пройденных соревнований Второй состав Был от тех Кто чуть слаб То есть это регламент Регламент нужно соблюсти И провести Такой турнир Да И тем более У нас 23 марта А чемпионат Кировской области Был еще? Нет Чемпионат Кировской области Будет у нас 23 марта Там же будет В Белой Холунице Поэтому мы стараемся Там провести Больше времени У нас ожидается Очень большое количество Команд С разных регионов С соседних областей С нашей же области С самого города И там Зарова будет Очень интересно И команд собираться Очень-очень много То есть Если Возьмем мы Кубок Республики Татарстан Там с приезжими командами Было 17 команд А вот У нас был кубок Ни одной приезжей команды Не было У нас 17 Только кировских команд Только кировских местных Да А Вот под 30 Соберется Ну Мы уже планируем Что будет даже больше Ну марта Время такое уже Люди В том числе психологически Как-то видим Уже оттаяли Радуются солнышку Ну Это понятно Я думаю Что здесь на самом деле Будет такая конкуренция Очень серьезно Очень серьезно Да Мы же еще стараемся Везде ездить И мы тут Тем более Начали расти в этом спорте Очень сильно И Ездили даже Поставили задаток Всем ближайшим регионам Что мы сильно Вроде приедете Попробуйте Поэтому А вы в Казань Красной тряпкой Такой Мы тут приехали Первый раз Бац Приехали Победили Вроде Давайте приезжайте к нам Так что Это работает Отлично Вот У нас после первой передачи Которая была Много вопросов Мне задавали Что можно перенять Из спортивной мормышки Вот именно из спорта Для обычной рыбалки Вот я думаю Что здесь Перенимать на самом деле Вот снасти Я бы сильно не стал Потому что Спортивные снасти Они такие Та же самая снасть Только тоньше и меньше Вот именно Вот взять Вот спортивную То есть там Леску 2.05 какую-нибудь Да Там маленькую мормышечку Крохотную Я думаю Что для обычной рыбалки Наверное Не стоит Может быть Взять там Что-то погрубее Чуть-чуть Вот А вот Прикормочку Василий Я Прошу прощения Что вас перебиваю Но раз уж мы переходим К такой серьезной теме Что перенять Там надо поподробнее поговорить Чтобы заинтересовать Слушатели Давайте озвучим Нашим слушателям У нас 15 минут Остается до завершения Вопрос озвучим На кону сертификат Подарочный От магазина Арсенал На Комсомольской 8 Ответы принимаются В виде смс 8 909 720 101 0 Очень простые правила Первый, кто даст верный ответ Получит этот сертификат Василий Вопрос будет Вообще Очень-очень простой Коль уж мы говорим О мормышке С каким музыкальным Инструментом Ассоциируется Зимняя удочка Достаточно Интересный ответ И так рыбаки и говорят Взял термин Пошел на рыбалку Пошел на рыбалку С каким музыкальным Инструментом Ассоциируется Зимняя удочка Теперь дальше поехали Итак Сейчас я предлагаю Поподробнее Я думаю Что именно Прикормка Будет интересно Для Обычной рыбалки Для любительской рыбалки Потому что Рыболовы, спортсмены Они прикармливают По-разному Прикармливают Разными Составами Смесями Кормовой Мотыль Я знаю Что там Просто можно Кормовым мотылем Можно С разбивкой Давленным С разбивкой Какие-то Вот эти Кормушки Они все равно Более или менее Специальные Сверху Снизу Всяко Прикармливают Вот это Перенять Будет на самом деле Интересно Первый вопрос Который хочу Вообще задать Чем лучше Кормить Все-таки Сухие Какие-то Смеси Готовые Либо Самодельные Либо все-таки Кормовой Мотыль На что Лучше Реагирует Рыба Чем лучше Тут проще Сказать Не так Чем лучше Что универсальное Или на какую Конкретную рыбу Ты может рассчитывать Не ну вот давай Вот мы Хотим Прикормить Не ну понятно Что если окуня Там скорее всего Точно мотыль Давай мы хотим Прикормить Белую рыбу Ну допустим Под лещик Лещ Что под лещик Что с орогой По-разному Прикармливаются рыбы Ну давай Мы хотим Прикормить Сорогу Сорогу Вот так Сорогу Прикармливаются Как бы На каком Без течения Без течения Озеро Пруд Водоем Без течения Прикармливаем сорогу Первым делом Нужно понимать Что сорога Очень любит Столбы мути Постоянный столб мути В разных горизонтах Чтобы она стояла Как сорога Может и в пол Водой Вставать Поэтому Кормушка У нее нет Четкой Привязки К дну Она может Под самым льном Стоять Может в толще Воды Может в лодной Поэтому Лично я Использую По плотве Я очень Давно Занимаюсь И достаточно Хорошо И сильно Выступаю По плотве Вот именно Когда есть плотва Я практически Всегда На наших соревнованиях Нахожусь В лидерах Это обязательно Сухой корм Не увлажненный Не увлажненный Да Постоянно Это взвесь густая Она должна быть Как ее туда В лунку Утопить Когда Сыпешь Намокает И начинает Медленно тонуть Какая-то фракция Намокнет Быстрее В воду впитает Начнет тонуть Потом через некоторое время Еще фракция Какая-то намокает Начинает тонуть И вот этот Постоянный столб Он очень эффективно То есть ты в лунку Подбрасываешь Да Сидишь и подбрасываешь Сыплем прямо в лунку Как Скажем так Насколько быстро После закорма Можно идти проверять Вот такую лунку Понятно что там Это зависит от глубины Мотылем мы там бахнули Ну да И кстати вот еще Тоже вопрос Например вот Кормим с сухим кормом По поводу глубины Эффективно ли будет Кормить на глубине Скажем в 5 метров Эффективно Кормим до 8 метров Стабильно сверху На платформе До 8 метров С сухим кормом С сухим кормом Но это водоем Без течения На течении Так не прокатит Кормить уже не получится Хорошо Давай Дальше Вот я расскажу Случай у меня был Это в стрижи Не помню какой год Карьеры Карьеры Да Карьеры в стрижи Не буду врать какой год И получилось так Что Была уже достаточно Весну Ранняя весна Последний лед И были соревнования На стрижевских карьерах И бегала стая Подо льдом Бегала стая Шекли Крупный шеклей Которая просто Активно Очень питалась Но ее никто Не мог ничем удержать Глубина была В зоне лова 7 метров И просто решил Сверху кинуть корм Вот просто Горсточку корма Надеясь на то Что шекля увидит Будет когда проходить Увидит этот корм И остановится Кинул значит корм И Шекля пробежала Точно с такой же скоростью Как будто я Не задержалась Нисколько не задержалась Да И ушла в другой конец зоны В общем больше она не возвращалась И спустя 20-30 минут Я решил на этой лунке Где кинул Корсточку сухой прикормки Попробовать Опустить муромушку до дна И тут Был Вот первый мой опыт Я был сильно удивлен Просто плотва Так активизировалась Со дна Что Я там словом В полтора килограмма В зоне Занимаю Бесспорное первое место Хотя Второе место После меня там Полкилограмма Не нацарапали То есть за 15-20 минут Я поймал Десятка-два Крупных плотвиц Вот просто По принципу Опустил до дна И достал Это называется лифт Да Лифтом То есть вот сработала Такая прикормка В лунку Да Сухой корм Вот именно Активизировал рыбу И не кормовой мотыль Хотя все спортсмены Кормили кормовым мотылем Никто плотву не ловил Но это потом повторялось? Да Это был первый тур На второй тур Я уже принципиально Закономерность Удалось вывести Что вода на реагирует Есть определенная закономерность Да Все-таки Сухим кормом А вот А мотылем кормить Вот Мотылем здесь Плотву тоже Сверху Там Какими-то щепоточками А может быть его смешать Вот с этим Сухим кормом Сухим кормом бывает Есть такой термин Что иногда окунь отпугивается А это очень плохо Нам нужно пытаться Прокормить Если с мотылем То стараемся кормить мотылем Если плотву В плотве все равно при ловле Мотыль кормовый Он всегда Всегда дает результат На большинстве водоемов То есть Активизируется рыба А что значит отпугнуть? Чем отпугнуть? Сампределем? Запах частицами Там Свет Окунь Окунь очень часто Реагирует Именно на Сыпучку Вот на эту Прикормку Он может Реально просто Отойти из-под лунки Причем в радиусе Метров 3-4 Ему возможно не нравится Ему не надо Помутнело Да Тут Много факторов Там есть такая штука И вот кстати На соревнованиях Бывают еще Такие штукенции По крайней мере На таких крупных соревнованиях Там некоторые спортсмены Бывают Специально Уходя 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 из лунки Да Чтобы там Никто ее не занял Да Они Бывают что Кидают туда Тот корм Который не приманивает А отпугивает рыбу Ну даже не корм Вася Даже на чемпионатах России Это конечно Никто еще не может вычислить У нас знаем Что одна команда Специально кидает Марганцову Таблетки Да В лунки Да Это уже конечно Это уже конечно Это не спортивно Подлянка Подлянка Это не спортивно Это не спортивно И на самом деле Не очень хорошо А так вот Да Я знаю Что там можно бухнуть Там 200 грамм Мотыля какого-нибудь И в этой лунке Делать будет больше нечего Потому что реально Рыба там наестся И уйдет оттуда Ну не считая Леща и ерша Потому что здесь Перекормить рыбу Невозможно Что леща Что ерша Они едят как Поросенки Вот давай Сорога Все понятно Мы там кормим Сверху Лучше всего Сыпучкой Чтобы у нас Постоянно был столб Вторая наша Популярнейшая рыба Что в любительской Что в спортивной рыбалке Это окунь Вот здесь Мы все-таки Наверное Кормим Большим мотылем Ну здесь Кроме мотыля В принципе Что даже Ничего не работает Многие производители Известные Делают С кровью Какие-то Вот эти прикормки Сколько раз Пытались это сделать Это не удавалось С сухим кормом То есть Подавая живого Настоящего мотыля Это Желательно Кормового Чтобы он шевелился На дне Создавая там Всякие шевеления Вибрации И окунь собирается Подходит с достаточно Больших площадей Проходя мимо Он задерживается На этом Кормовом петле Знаю что Кормят Мотылем Точно так же Сверху Кормят Мотылем В дно Кормушкой Также В шубу бросают Постоянно С кормушки Кормят Там в пол воды Открывают ее Зачем давят Мотыля Давят Это у нас Мотыля Давленным Мотылем Кормят Иногда Чаще всего Это Выкармливают Ерша Именно Ерша Как тут Это работает Если пояснить Ерш Он реагирует На запах Он может не реагировать На шевеление На движение Для него важен запах Запах Да И вот он Когда бывает Кидаешь Кормового Мотыля В лунку Давленного Вот этого Мотыля Опускаешь Мормышку Сразу же Следует поклевка И ты достаешь Буквально Только опустив Мотыля У ерша Просто полный Рот Вот этого Давленного Он просто В токон Не наедает Он в общем Свери Но он не переедает Перекормить Его невозможно Практически Невозможно Чем больше Мотыля Тем больше Ты собираешь Стави вокруг Своей лунки И чем естественно Как правило Толше становится Ерш повес Мотыля Наезд Один-два Сейчас у нас уже Там наверное Время подходит У нас есть Порядка Семи минут Ну вот Здорово Мы сможем Давай несколько советов По поводу Того Что Ну вот Мы представим себе Что мы пришли На Обычную Любительскую рыбалку Да У нас там Время не ограничено Там зон никаких нет Делай что хочешь В общем Да Делай что хочешь Все Сколько нужно Изначально сделать лунок И вот Все лунки Стоит прикормить Как-то одним способом Либо может быть Наоборот Там сделать Не знаю Там 10 лунок Изначально Там просверлить Какую-то там Дорожку Да И вот Одну лунку Прикормить там Сверху Вторую лунку Прикормить В лужку Там третью Еще как-то Там в четвертой Там подавить Что-нибудь В пятую Не знаю Там еще что-нибудь Кинуть Вот Либо Либо нет Либо взять И все 10 Прикормить одинаково И смотреть Вот там Которая из них Лучше сработает Может быть там Свал Какая-то Глубина Либо Либо их Прикормить по-разному Вот как Как даже на соревнованиях Вот как Тут зависимости Вот как ты выразился Где-то какой-то Свал Или еще что-то Поэтому Если ты знаешь Что допустим Ровный полив То есть глубина Не изменится Или изменится Минимально То Каждую лунку Изначально Для поиска рыбы Прикормить Абсолютно разными Способами Постараться даже Прикормить абсолютно Разной прикормкой Цветом прикормки Разная фракция Запахи Все окей Тогда Сразу же Помните расстояние Между лунками Тут расстояние Вот Да Я сейчас как раз Хотел задать вопрос Насколько близко Стоит тогда Сверлить лунки Потому что Если мы будем Разными прикормками Кормить И лунки будут В метре Друг от друга Я думаю Что это не сильно эффективно Не то что Даже сильно эффективно Одна прикормка Может отпугнуть Даже рабочую прикормку И ты тут Никакого определенного Алгоритма Сверлить достаточно широко Ну Оптимально Мы вот Сверлимся 10 метров По одной линии То есть 10 метров Между лунками 10 метров 100 метров То есть 10 шагов Сверлишь 10 шагов Сверлишь Ну так Грубо говоря Так А если опять же Если где-то есть свал Где-то Снова пупки Если абсолютно Разный рельеф Здесь уже Кормишь Одной прикормкой Здесь ищешь Привязку к месту Одним образом То есть Тут уже тоже Зависит от глубины Ну В общем Играешь Именно на поиске рыбы То есть Активное Ее место Стоянки Где она От корма Начинает активизироваться Ну то есть Если есть какие-то Неровности Дна Перепады Свалы Трава Там еще что-то Лучше кормить Чем-то одним И понять Где стоит рыба И как она реагирует Именно на этот вид Прикормки А вот мне сейчас интересно Задать вопрос Саш А это Такие общепринятые Нормы поведения Среди спортсменов Рыболов Или это вот Лично твой опыт Твои рекомендации Все по-разному Да нет В принципе Есть определенная Тактика И у многих Спортсменов У многих команд Спортсменов Допустим Есть такое понятие Как тренер Как тренер Сказал Так вот Оно и должно быть И если команда Проиграла То проиграла Все А если выиграла То выиграла Все Как тренер Сказал Если проиграла Тренера поменяли Да Такое тоже есть И практикации Так же Что тренер Приняет команду Решение поменять И все То есть Тут уже Вбирается тренер Из Там Числа А что напомните Тренер во время соревнований Может делать Он может кричать Подсказывать Он может подозвать Спортсмена к себе А подозвать Подозвать даже Подозвать спортсмена к себе И сказать Вот беги туда Вот там рыбу То есть Не кричать на всю зону Не имеет права Прямо как в виде спорта Да Вот так Это твоя позиция Бежишь сюда Я больше того скажу Что на крупных Официальных соревнованиях Есть Помимо спортсменов Которые находятся в зоне Есть спортсмены Которые находятся за зоной Это называется Забровочники Да Вот они ходят Вдоль зоны И наблюдают За всеми другими спортсменами Затем это все Подходит к тренеру На ушко Тренер зовет спортсмена И говорит Слушай Беги туда Там рыба крупнее То есть там рыба крупнее Ну потому что спортсмен Хоть и глазастый Да Но уследить за всем Он сосредоточен На своей лунке Да Даже не то что не может Возможности нет Особенно на крупных чемпионатах Когда зоны 400 метров в длину И бог его знает Что там за 400 метров происходит Да Для этого есть другие спортсмены Запасные спортсмены Могут быть забровочниками В случае Если один из действующих спортсменов Заболел Травму какую-то получил А подзвать Под тебя Лично подозвать Может только тренер Поэтому вот они ходят Тренеру Все докладывают Тренер уже зовет Спортсмен Продолжишь Есть еще вопросы У меня тоже просто вопросы есть Я не знаю Мы можем по-разному Давай Я просто сейчас Очень мне Приятно Если мы приносим пользу Кому-то И слушателям И принимают наши советы Рекомендации Мне сейчас очень хочется Спросить за тех Кто на анонсированные мероприятия В Белую Холуницу Впервые отправится Вот что ожидать От этого водоема Как себя там вести Вот такой вопрос Хочется уже напоследок Как готовиться Именно к Белому Холуницкому пруду Всем известному К Белому Холуницкому пруду Рыба будет спортивная По рыбе По зонам будет охвачена Первый тур глубина Второй тур мель Чтобы попробовать Ну будем практически В новой зоне Будем примерно делать зоны Там где будет проводиться Чемпионат Кировской области Чтобы и нам больше понимать Что нам нужно будет делать Непосредственно на самом чемпионате По рыбе будет Некрупный подлещик Ёрш Плотвы будет в небольшом количестве А в основном это будет окунь Это же договорились Да уже Будет лор Будет лечь Ну это основной видовой состав На самом деле Я что-то не припомню Чем славится Никаких перепадов Рельефов сильных не будет Чтобы было у всех Постараемся Чтобы были у всех равные условия И здесь По корму сразу скажу Что готовьте Много мотыля Много мотыля Белая Холуница Это такой водоем Где рыба очень любит Кормового мотыля Причем Причем всяк Там дефицит Кормового мотыля Я не знаю Я не думаю Что там дефицит На самом деле Там кормовая база Отличная И там есть очень крупная рыба Но она очень капризная И привередливая А вот этот вот Именно спортивный размер Ну там Там головы Будут хорошие По опыту всегда Да Она любит кормового мотыля И там бывали Такие соревнования Когда вот Вот этим вот Вот таким вот Окуньком Да Там не знаю По 3-4 килограмма По 4-5 килограмма Капитаном нашей команды Рыбачили Непосредственно Близи от берега И вот просто Вот нашли мы рыбу И решили заметить Сколько Когда она вообще кончится Через какое количество Что просто дико клюет Что у нас такой спортивный интерес Да Постоянно докармливали лунку Просто через 3-3,5 часа ловли Был пакет Наверное за 6 килограмм За 7 Там не знаю Точно не вешали И она до сих пор не кончилась Вот она до сих пор клевала Ну то есть там очень Если попадешь Скоростная ловля Попадешь вот в это пятно Либо сможешь собрать эту рыбу У тебя будет хороший темп ловли Там можно поймать очень много Вот И водоем Белая Холуница Он такой действительно спортивный Поэтому тем Кто собирается поехать туда Поучаствовать в соревнованиях Которые будут Я думаю что стоит Вообще стоит поехать Стоит поехать Просто для того Чтобы пообщаться со спортсменами А спортсмены все парни такие открытые Всегда все расскажут Покажут Это понятно Что в туре там Отвернутся от тебя И мормышку не покажут А в свободном общении Ну и мне кажется В целом Взаимоотношения Это ну такие дружелюбные Между спортсменами Все равно интересно познакомиться Всегда Пообщаться с человеком Познакомиться Пообщаться Не ну понятно Что там есть определенное Самый момент соревнований Да мы бываем Но все равно приятно Увидеть родственную душу Что называется Человеку увлеченного Тем же занятием Что и ты То есть в общем Там тема для разговора И так далее В общем напоминаем 16 февраля 16 февраля И 23 марта Чемпионат Кировской области Ну 3 марта Еще будет чемпионат Нашего города В Стрижах как раз В Стрижах Да 3 марта он состоится В общем соревнований много Да На этом мы завершаем Нашу программу Там вопросы какие-то Дополнительные Если рождаются Вы всегда наших гостей Можете найти Ну да Конечно Всегда пишите На рабочих местах Да и так далее Спасибо за этот Увлекательный разговор Василий Мамонов Эксперт компании Арсенал Александр Фололеев Рыболов-спортсмен Кандидат Мастера спорта Трофея рыбалка На этом На сегодня завершена Спасибо нашему Генеральному партнеру Компании Движение нефтепродукт До свидания Всего доброго Всего доброго Трофея рыбалка Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин